Когда только-только начинают рассказывать индукцию, то есть несколько любимых примеров. Ну, может быть, помните, такой пример есть. Берем доску размером 1024 на 1024, вырезаем одну клеточку, докажите, что оставшуюся можно разбить на трехклеточные уголки. Знаете, такое значение? Вот. Или любят тожество по индукции доказывать, да? Так вот, одна из самых-самых-самых первых задач в индукцию звучит так. На кольцевой дороге есть несколько машин с бензоваками. Известно, что если весь бензин слить в одну машину, то его хватит, чтобы проехать дорогу целиком. Докажите, что хотя бы одна из машин может, стартовав с того места, где она сейчас находится, проехать по пути, заимствуя топливо у машин, которые стоят. Знаете, какую задачу? Я даже помню. Вот. Давайте вспомним, как она решается. То, что там первые машины, которые могут доехать до следующей, и мы просто их шевеляем, и мы разливаем топливо. И у нас получается... Смотрите, вот есть машины, Димаши. И мы доказываем. Вот есть наши машины. Так, давайте быстрее садитесь. Для вас повторю задачу. Есть кольцевая дорога, на ней стоят машины. Известно, что топлива во всех этих местах хватит, чтобы проехать дорогу. Докажите, что хотя бы одна из них может проехать, если она счет с того места, и будет по дороге заимствовать топливо у тех, которые будут стоять. Как она решается? Очень просто. От каждой машины мы рисуем отрезок, который она могла бы проехать на своем топливе. То есть, может быть, большой отрезок может проехать, может быть, меньше. Если все эти отрезки в сумме окажутся меньше, то есть, если каждая не дотянется до следующей, то тогда очевидно, что топлива просто не хватает. Вот такая картина. Стоят машины, вот это могла бы доехать сюда, могла бы доехать сюда, сюда, сюда. Ну, видно, что не судьба. Да? Просто их топлива мало. А если все-таки хотя бы какая-нибудь машина может доехать до следующей или даже дальше, то делаем простую вещь. Уничтожая вот этот кусок дороги, и из нее забираем соответствующее количество топлива. Ну, если у нее все кончится, то ее пусть убираем. Получается замечательная вещь. У нас количество бензина стало меньше, количество дороги стало настолько же меньше. Ну, и дальше говорим, что по предположению индукции, вот эти машины, они превратились в одну. Количество машин стало на нижнюю меньше. Вот по предположению индукции найдется такая машина, и все начнет. Ребята, интересно, а откуда появилась, что называется, у школьников эта задача? Вы думаете, ее просто так придумали? Ничего подобного. Это в точности кусочек, что называется, для школьников, взятых из моей сегодняшней лекции. Это кусочек доказательства теоремы об локтировке. Дело в том, что лошеклассникам всю целиком теорему об локтировке трудно рассказать. Ну, хотя бы этот кусочек, что называется, рассказывать вот таким образом, под видом этого самого бензина, топлива. Ну, просто потому, что индукцию действительно очень понятно на этом языке рассказывать. Интересно, вы уже догадались, какое отношение имеет вот эта штука к ответу А-Б делить на А-Б? Да? Мы просмотрим путь сквально границей, то есть у нас путь превращается в идею его здоровья, которую мы должны проверить. Путь-то у нас есть, только у нас путь начинается здесь, а заканчивается здесь. Да, но мы, конечно, считаем, что это не прицелое. Нет, нет, он у нас не прицелое. Ребята, оказывается, что идея совершенно замечательная. У нас есть всевозможные, а именно их число сочетание с А плюс Б, Ф, О, А, всевозможные перестановки этих голосов за и против. Их очень много. А давайте сделаем такую вещь. Вместе с каждой комбинацией голосов за и против, так я не буду писать за и против, можно я буду писать плюс и минус, хорошо? Вот представьте себе, у нас есть такая-то комбинация голосов. Плюс, плюс, минус, плюс. Да? Давайте рассмотрим все ее циклические сдвиги. Что это означает? Это означает плюс, минус, плюс, плюс. Минус, плюс, плюс, плюс. Понятно? Для каждого набора голосований за и против рассматриваем все циклические сдвиги. Сколько их будет штук? Понятно, сколько? Если всего А плюс Б, то из каждой последовательности этих самых плюсиков и минусиков у нас, я не знаю, на что он там кончается, у нас возникает ровно А плюс Б, то есть, оказывается, есть такая теорема. Если у нас имеется А плюсиков и Б минусиков, то количество мест, с которых, начиная, мы никогда не зайдем в... Ну, конечно, плюсиков никогда не сравняется и тем более не станет меньше, это в точности А минус Б штук. Итак, если всего знаков А плюс Б, то количество, что называется, правильных способов, это А минус Б. Вот давайте посмотрим на этот пример. А у нас здесь равно 3, Б равно 1. Чему равно А минус Б? Ну, 2. Давайте посмотрим, интересно, а правда, что в двух случаях у нас все хорошо, а в остальном плохо? Да. Посмотрите, вот в этом лучше у нас хорошо, а в этом плохо, потому что сразу сравнялось. В этом вообще плохо, а в этом хорошо. Вот, получилось. Оказывается, так будет всегда. Да? А мы это доказываем. Да. Это очевидно. Это совсем очевидно. Представьте себе, что у вас по кругу расположены плюсики-минусики, и вы собираетесь там с какого-то места читать, чтобы у вас все было хорошо, да? Да. А вы понимаете, что вот с этого места читать нельзя. Начинать с минуса нельзя. Да. Замечательно. А начинать с минуса нельзя, это что значит. Это значит, что этот минус абсолютно жестко привязан к этому плюсу. А, это получается... И они вдвоем... 2b. И они вдвоем уходят. И значит, это 2b. Всего было, да-да-да, всего было а плюс b. b минусов утягивают в мир иной с собой b плюсов. Да. И остается, после таких вот уничтожений, остается в точности а минус b плюсов. Да? Я не очень понимаю, то есть у меня может быть больше двух минусов при этом, или? Нет, вот это правило. Когда вы движетесь, вы должны себе представлять плюсик, как литр бензина. Минусик, как кусок дороги, на который тратим ровно литр бензина. Понятаете? И нельзя, чтобы машина не то, что оказалась в минусе, даже заглохла нельзя. Надо, чтобы всегда, ну как бы, в ней бензина было больше нуля. То есть она начинает с нулевым запасом, обязана получить себе этот литр бензина. После этого должна получить хотя бы еще один литр, чтобы двериться дальше. Понятно? То есть плюс-минус уже спрещено. Вот здесь, помните, нельзя было попадать на усерд сессию. Так. А правда, что я доказал? Доказал? Согласитесь, что это совершенно потрясающе просто. Да? Да. Потрясающе просто. То есть вот этот вот циклический сдвиг оказывается, просто дает смысл, оказывается, что не просто вообще вероятность это а-б делить на а-б, а даже вот в таких вот, когда мы все варианты разобьем вот эти штуки по а-б в каждом, то там каждый раз вероятность будет равна а-б делить на а-б.